Сразу три призовых места заняли воспитанники детской художественной школы города Вятские Поляны в областном экологическом конкурсе «Защити заповедную природу от пожаров». Вообще, Вятскополянская художка по итогам минувшего учебного года стала лидером в нашей области по участию в различных конкурсах творческих работ юных художников. Карандашом и кистью можно изобразить все, и у юных художников из Вятских Полян неплохо получается. Есть у них и свое видение на экологические бедствия, которые создают беспечные люди. У меня было изображено дерево, ну, листок разделенный пополам. Дерево, с одной стороны, было чистое, свежее, полной жизнью, а с другой обгорелый лес был. И посередине спичка. И то, что одна спичка может уничтожить 10 миллионов квадратных километров леса, и из одного дерева можно сделать один миллион спичек. Если вы пошли в лес там или что-то еще, это как на пикник, то если уж разжигать костер, нужно его тушить потом, а не оставлять его. В городском этапе конкурса участвовали все желающие, но только оригинальные авторские работы продолжили дальнейшие соревнования за право быть признанными ярким агитационным средством по защите природных экосистем от пожаров. У педагогов художественной школы стояла еще одна задача – учебная. Мы изучали, что такое плакат, композиция плаката, задачи, средства выражения этого плаката. И, конечно, в общем-то, работа вылилась в такое интересное сотрудничество с природоохранным центром. Вятско-полянской художке настраивают ребят на участие в различных конкурсах. Так растет мастерство учащихся, формируется художественный эстетический вкус и правильное бережное отношение к окружающей природе. Наша художественная школа получила от областного методического кабинета благодарственное письмо за самое большое количество дипломов и грамот в области, какие мы получили за прошедший учебный год, за участие в конкурсах. Участием в конкурсе «Защитим заповедную природу от пожаров», который проходил в рамках международного марша парков 2012, юные художники высказали свою позицию к проблемам охраны окружающей среды. А их плакаты станут наглядными противопожарными аншлагами в местах массового посещения лесов. Сейчас, к сожалению, у нас в наше время экологии, я вообще считаю, что нужно большое внимание уделить, тем более смотрим везде, идем отдыхать с семьями, да, все эти замусоренные леса, и точно так же актуально, особенно в последнее время, вот эта тема пожаров, которая транслируется по телевидению, во всех СМИ, значит, ну вот я считаю, что мы как бы внесли свой хотя бы небольшой вклад в это дело. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.